Нет, 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 нет. Ну все, не успела. Теперь не отправить никакой информации, не получить, не сфотографировать, не посмотреть, как добраться. Сел телефон, буквально отрезал современного человека от внешнего мира. Снизить энергопотребление и значительно повысить скорость обработки информации в электронных устройствах. Мечта не только пользователей гаджетов, но и цели ученых. А для научных сотрудников Дальневосточного федерального университета такая задача больше не кажется недостижимой. Формула поликристаллической пленки состава рутеней, кобальт-рутеней стала не только достижением, но и формулой успеха ученых школы естественных наук. Мы впервые получили поликристаллические пленки, то есть это пленки, которые обладают достаточно мелким кристаллическим зерном, кристаллическим зерном. И эти пленки обладают уникальным свойством. Во-первых, они магнитные, и во-вторых, они имеют перпендикулярную магнитную нистропию. То есть ультратонкие материалы для электроники с толщиной магнитного поля меньше одного нанометра. По словам ученых, помогут не только в разы экономить потребление энергии электронных устройств, но и сделают производство элементов гораздо проще и дешевле. Но главное, что разработанные материалы уже можно применять на существующих системах, а не изобретать все с нуля. Большую часть энергии в тех же смартфонах, в тех же лаптопах тратится на переключение ячейок памяти. Для того, чтобы смартфон работал неделями без подзарядки, необходимо как раз создать такой тип памяти, который будет требовать очень малой энергии. Для этого нужны новые материалы. Над разработкой ультратонких материалов нового типа трудились две научные группы. Активно к сотрудничеству привлекали и иностранных коллег. Чтобы добиться поставленных целей и подобрать параметры с необходимыми свойствами, нужно было перепробовать сотни вариантов. И работу эту иначе, как ювелирный, не назвать. Для таких толщин экстремально важно получить ровную поверхность. Причем ровная здесь имеется в виду шероховатости атомарного уровня. То есть это шероховатости действительно в один-два атомных слоя, не больше. Разработкой дальневосточных ученых уже заинтересовались крупнейшие производители электронных устройств. Сегодня научные сотрудники активно работают с корейскими коллегами, которые хотят как можно быстрее внедрить ультратонкие материалы в производство. А статьи о результатах исследований уже можно найти в самых престижных научных журналах с мировым именем. Инна Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.